Всем привет! Сегодня у нас будет рыбалочка на небольшой речушке. Наконец-то поводок уже спал и можно половить рыбку в пределах речки. Сегодня я взял с собой два комплекта. Один совершенно противоположный комплект по своим характеристикам. Один ультралайтовый и вторая кастинговая снасть. Речушка здесь достаточно переменчива. И вот стремительные мелководья переходят в ямы с завалами и с бревен. Также поднялась кувшинка, поэтому кастинговая снасть я смогу не только форсировать вываживанием, но и спасать некоторые приманки. А ультралайт нужен здесь для того, чтобы половить на более мелководных участках более легкими грузами. И в то же время здесь присутствует, помимо щуки, основной объект, здесь присутствует главль. Вот ультралайтом мы сегодня попробуем как бы этого головля и поймать. Да, отдельное спасибо. Вот я сегодня одел разгрузочную жилеточку. Для таких походных рыбалочек это просто бомба. Отдельное спасибо Дмитрию Малинку за то, что он подогнал такую классную штуку. Вот я, честно говоря, не знаю, как я раньше рыбачил в подобных условиях без нее. Если вас интересует качественная экипировка, то я ссылочку этого человека вам дам, вот прикреплю где-то здесь или внизу под видео, не знаю, как получится. Он вам докладно расскажет и покажет все лучшие новинки из мира экипировки. Ну, в целом, все, хватит ля-ля, потому что участок очень большой, который я планирую обойти. Времени, как бы дня мне не хватит, это явно. Поэтому, все, поехали. Опа, есть! Как шинды рыхнуло! Вау, класс! Вторая поклевка. Первая была на предыдущем забросе. Ну, по всей видимости, это была та же щучка, что я сейчас держу. Просто я ее доловил, первый раз она промазала. Возле меня здесь приямочек. И я стащил с основной струи в этот приямочек приманку. И она вот в замедлении этих всех струй и бахнула. В общем, при вываживании вот эта щучка изрядно испачкалась. И начала трепыхаться, когда я ее взял в руки. Просто буквально меня всего обмазало вот этой грязью. Не знаю, друзья, я зеркальце с собой и не вожу. Поэтому, быть может, я сегодня в кадре буду постоянно весь в грязи. А вот так вот. Ну, щучка классная. Буквально с первых точек я ее поймал. И это внушает уверенность в предстоящем дне. Хотя погода сегодня явно не щучая. Сегодня обещают пекло. Там вот струя здесь идет сильная. А там под противоположным берегом закуточек. Вот сейчас я попробую туда достать. В принципе, он не так далеко. Есть какой-то мультовый заброс. Я не знаю, как он называется. Сейчас я попробую, что из этого получится. О, ну как-то так. Для третьего раза, в принципе, неплохо. Закуточек я почти куда хотел туда и попал. Осталось дело за рыбой. Здесь очень интересное место на самом деле. Под противоположным берегом вдоль него идут корчи. Буквально сплошные корчи. Под моим берегом тоже. А по центру идет яма. Достаточно такая, ну не знаю, метра 3-4 может. Течение сильное я определить так и не могу. И как бы в этих корчах щука должна быть. Привыкаю я пока к мульту. В принципе, очень необычное чувство. Вот, кстати, первый раз, когда этот номер сработал. Сел я в корягу. И за счет вот толстого шнура мне удалось разогнуть крючок и достать приманку. В общем, тактика пока работает. Будем продолжать в этом же направлении. Есть! Есть! Первая дикая рыба на мульт. Поймана. И вот эта рыбка, она совсем небольшая, как бы. Но на ультралайт я бы ее точно не поймал. Потому что вытащил я ее чисто из-под коряжки. Брось... А туда бросить я мог только мультон. Потому что ультралайтом это 100% обрыв. Вот такую щучку приносит мульт у нас. Ну, супер! Я, честно говоря, сразу даже не понял, была поклевка то или корщ какой-то. В общем, интересно. Давайте ее по-быстренькому отпустим. Вот это я отпустил, конечно. Никогда не отпускайте так рыбу, как отпустил ее только что я. Щучка поплыла. А вот снасть у меня подлежит чистке. Очередной зацеп. Зацеп у нас на мульт, на толстый шнур. Там корщ я бай вижу. Поэтому, думаю, мы отцепим этот зацеп. Да, все вышло. Вот настолько проще ловить такой грубой снастью. Нам буквально ничего не страшно. Вот мы снова сели во что-то. Но я более чем уверен, что мы вытащим. Да, не получилось. В общем, мораль этой басни такова. Никогда не испытывайте судьбу. Рано или поздно она вас накажет. Я сегодня бросал просто уже в наглую, в самые корчи, в самую гущую. Постоянно доставал, разгибая крючок, приманку. Ну и вот в очередной раз я просто по дурости запулил в сам корчи и снова. Но в этот раз уже достать приманку не удалось. Так что все хорошее иногда или когда-то окончается. Вот здесь сейчас типично щучье место. Идет струя, здесь закуточек с замедлением потока. И вот бросаем под тот берег. Там корчи. Ложим на дно. И пошли-пошли на снос потихоньку ступенечкой. Но я ожидаю всех поклевок вот буквально в таких каких-то закутках и вдоль берега. Едва ли сегодня щука будет держаться на таком мощном потоке. Где-то там по центру. Вот в таких вот коряжках она и будет держаться. КОНЕЦ 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 Да, сложные условия. Везде цепа. Везде. Везде. Благо шнур толстый позволяет хоть как-то облавливать эту цепу. Оторвал я коряжки кусочек. Вот такой хороший кусочек. Сегодняшняя рыбалка меня просто уничтожает. Такой сложной я даже и не припомню. Просто масса зацепов. Фух, опоклевок не так-то и много. Ну ладно, может что-то поменяется. Не знаю. Вот снова сел в коряжку. Крючок разогнулся. И буду в очередной раз поправлять дело. Таким вот образом. Сегодня вся рыбалка в целом так и проходит. Разогнули, согнули, разогнули, согнули, разогнули, согнули. Корейли-менедедед erste Корейли-менедедед 3 2 потому что крючок видите я не просто надоело его сгибать уже сгибать назад и вот видимо она и сошла снова таки щука вся прибрежная зоне вот в таких вот корчах и ничем ее оттуда не достать практически ничем о папа папа это уже покрупнее будет вот такая вот красавица клюнула очередной раз она взяла на мульт вот на мульт у меня две щучки я поймал она сошла вот с последней точке было 2 1 вверх по течению вдоль берега и вторая вниз по течению так ну давайте вот эту вниз по течению она клюнула но и вниз по течению и отпустим и так друзья это уже конец рыбалочки я полностью измотан этими зацепами сходами и что хочется сказать вот сегодня я просто случайно взял мультовую снасть с собой как бы рассчитывал брать как всегда ультралайт но то что я взял мощную снасть как раз меня и выручило потому что течение сильное вся рыба стоит в корчах сплошных и ультралайтовой снастью буквально 35 забросов и это обрыв а вот шнуром 30 лб удавалось разгинать иногда крючки даже не иногда большинстве случаев и вот чувствовалась уверенность в проводке то есть если ультралайт там на этой струе с большими весами он просто прогибался как-то там его сносило все это мультом и жестким спиннингом можно было уверенно проводить приманку в тех слоях в которых хотелось и самое главное можно было все-таки облавливать эти коряги вы наверное скажете что мол что ты тупишь поставил бы там джик риги а все ты всякие но дело в том что местные корчи ловят все и не отпускают ничего вообще то есть разве что вы это у них вы деритесь силой это первая сторона вторая сторона все-таки использование в использование офсетов это увеличивает количество холостых поклевок сегодня поклевок я много не ожидал получить поэтому мне нужна была стопроцентная реализация и ну вот у меня было четыре поклевки и только один сход вот так поэтому тактика в принципе сработала дело только такой вот летней погоде в этом году весну кто-то украл просто даже не украла а вот зима и лето просто нагло разворовали нашу весну было холодно потом резко стало жарко и видно все вся природа в шоке просто от такого а сейчас сейчас давайте уже домой просто пока